Мало женщин, которые по-настоящему уважают мужчину. В основном женщины конкурируют. И бывает такое, что, допустим, в социуме мы успешные, но в личной жизни полный провал. Ко мне приходят ученицы, они говорят так, а зачем мне тогда вообще мужчина, я сама себе могу все купить. Иногда женщины идут в развитии женственности вот с этим же настроем. Я сейчас как разоверся, сейчас как надышу матку. Вот это вот женственная женщина какая, расслабленная. Как показывает практика и статистика, роль любовницы, она треугольник стабилизирует. Мы можем подстроить себя под статистику и этим оправдать свои внутренние страхи. Мне уже царь с чинками разобрали, и вот это включается программа. Отвечаю себе честно на вопрос, что я хочу, и разреши себе это получить от жизни. Ой, это самое интересное, прекрасное и крутое, и очень сексуальное, когда ты можешь быть собой. Здравствуйте, друзья. Когда я говорю в кругу, в своем каком-то женском, про личную жизнь, у нас неизбежно всплывают какие-то картинки из фильмов. Помните там «Москва слезам не верит»? Ну уж, если у вас в моссовете или другой пример. Любовь Прокопьевна в сапоги хорошие, плохие. Ну, значит, надо брать. Эти оба образа – это воплощение сильных женщин. Вот такое оно было раньше. Сейчас сильная женщина, конечно, другая. Вообще сильная женщина и женственность. Сильная женщина и гармоничные взаимоотношения с мужчинами, в семье, мягкость, гибкость. Я хочу сегодня об этом поговорить с психологом, с моим нынешним гостем, который написал такую книжку «Сильная, но счастливая». У вас книжка есть с интересным очень названием. «Сильная, но счастливая». Вот это вот «Но» – это о чем? Вообще изначально название мое, которое я предлагал, было «Сильная и счастливая», чтобы было все и сразу. Мой редактор говорит, давай «Но», потому что это больше бьет в какую-то боль, то есть понимание, почему нельзя все и сразу. И вот редактор показал, что это больше будет интересовать людей. И как оказалось? Ну, книг больше нет. Все разобрали. Ого! Вообще, давайте в понятиях все-таки тоже определимся. «Сильная женщина сегодня». То есть «сильная женщина» сто лет назад, наверное, одно было понятие. Какая она сегодня, сильная женщина? Ну, вы абсолютно правы, да? То есть это тема самоопределения женщины, что такое «сильное я». То есть женщины научились брать ответственность, достигать целей, да? Но по дороге растеряли что-то ценное, да? Как быть при этом расслабленной, любящей женщиной, да? Спокойной, удовлетворенной. Вот эта часть, это то, что я считаю, на самом деле, сильная часть женщины. Потому что просто сильная в современном понимании, это вот успешная, ценностремленная, боевая. Это классно. Многие женщины сейчас там начинают беспокоиться. «Ой, где же моя вот эта женственность, да?» И думают, мне сейчас надо перестать быть сильной, сесть дома, варить борщи, и вот тогда я стану расслабленной, красивой сексуальной женщиной. А оно так не работает. Сейчас новое время, когда мы должны объединить два пути. То есть одновременно женщины развивают свою женственность, при том, что у них сила никуда не исчезает. То есть, пожалуйста, реализуйтесь социуми, столько возможностей, это же супер. И одновременно мужчины должны научиться быть более чуткими, понимающими, эмпатичными, да? То есть это тот самый внутренний мужчина и женщина, который есть у каждого человека. И вот мы сейчас вот этот баланс обретаем. Как вы сказали, такие важные для нашей женской аудитории слова, которые не говорил ни один психолог, который приходил, мужчины, которые приходили, и мы говорили с ними на тему отношений. Ни один из них не сказал, что мужчина должен стать более чутким, эмпатичным. Слушайте, у нас сегодня будет интересный разговор. Мне кажется, это не пустой разговор. Определиться, как мы сами чувствуем свою силу. Вот я про себя могу сказать. Я изначально, мне кажется, что женщина абсолютно... Вот женщина-женщина. Женщина, которая понимала, что главный приоритет это семья, это отношения, это вот этот вектор. Я не предполагала, что во мне столько есть ресурса для самореализации. Но так сложилась жизнь. Современных женщин у всех очень большой потенциал. И если она себя из-за воспитания, из-за социума просто закрыла дома, ушла только в семью, а потенциал не реализовала, она начнет этот потенциал пытаться со знаком минус реализовать. То есть начнет то, что называется, выносить мужу мозг, детей строить, быть командиром дома. И вот в этом как раз и вопрос баланса. То есть либо мы ушли полностью в социализацию, либо мы ушли полностью в семью. А должен быть баланс. То есть и то, и то важно. Действительно, этому стоит учиться. Это что, у вас книжка такая вышла, и курсы есть. Потому что таких навыков раньше женщине не требовалось совершенно. Ей не нужно. Другие времена были. Да, другие времена были, да. Друзья, мы не говорим сейчас про бизнес-вумен. Мы же не об этом говорим, да. Не о женщинах, которые исключительно занимаются карьерой. Потому что, на мой взгляд, сильная женщина, это в том числе женщина, которая, например... Ну, вот для меня что такое, сильная женщина? Это женщина, которая может реализовать свои потребности и желания, основываясь на себе. Да. Имея ответственность за собственные желания их воплощения в жизни. Вот суперслово ответственность. Ответственность, да. Да, при этом есть еще одна задача, которая возникает в тот момент, когда раньше у женщины все потребности реализовывались через мужчину, и она этого ожидала, да, даже требовала где-то. Тут она говорит, ну ладно, ты мне это не даешь, тогда я сама возьму. И она пошла в карьеру, в самореализацию, забила на отношения, на себя, как на женщину, и начала пахать. И в этот момент я с этим сталкиваюсь постоянно, когда ко мне приходят ученицы, они говорят так, а зачем мне тогда вообще мужчина? Я сама себе могу все купить, я сама себя обеспечиваю, они мне нафиг не нужны. Получается вопрос, да, а до этого тебе они зачем нужны были? Ну, в моем понимании отношения, это про любовь, про близость, про семью, про развитие. А в ее понимании, получается, мужчина был источником закрытия своих потребностей. Ну, давайте прямо вот сначала, а зачем сегодня друг другу современные, зрелые мужчины и женщины? Вот действительно все потребности, бытовые, материальные, ну, в основном, да, если мы говорим, даже очень важная потребность статуса, да, то, что раньше мужчине, женщина давала какая-то, и наоборот, они могут быть закрыты самостоятельно. Так зачем мы друг другу? Вот если мы перестанем воспринимать свою половинку, да, мужчин и женщин, а женщин и мужчин, как способ закрыть все свои потребности, и начнем, ну, смотреть на это, как на возможность проявляться, любить, отдавать любовь, да, где-то мы усиливаем друг друга. То есть, опять-таки, классное слово «зрелые». В основном, ну, зрелых тут днем с огнем пока что не сыщешь, то есть это все психологи про это говорят, да, что когда человек приходит работать, все равно приходится опять доращивать психологически, там, зрелую функцию психики. Это и про ответственность, и про, там, готовность действовать. У многих людей она не реализована. И бывает такое, что, допустим, в социуме мы успешные, но в личной жизни полный провал. Потому что там, допустим, детские реакции, детские ожидания, потребности. А в социуме нормально работает. И вот это тоже такая интересная вещь, что мы, ну, как бы в разных сферах жизни на разном психологическом уровне зрелости находимся. И может создаться, наверное, впечатление у какой-то женщины очень успешной, и, не знаю, даже и в материальном смысле, что она автоматически может рулить и лучше других понимает, как все устроено в отношениях. Это та самая иллюзия, когда мы думаем, окей, у меня в бизнесе получается. Я сейчас возьму все эти навыки и характер, которые у меня работают в бизнесе, и все хорошо построю в семье. А там это не работает, там другие законы. Да, там уровень партнерства, близости, открытости, уязвимости. Но то, что в бизнесе, наоборот, не принято. И вот и проблема. То есть тут я успешно применяю эти инструменты дома, меня там игнорируют, либо уходят. То есть что происходит? Должно же было работать. Но там как бы другие навыки требуются. Условно, вы умеете водить автомобиль, а самолет это другой навык вождения. То есть там нужно по-другому вообще себя вести. Как вот по вашему опыту звучит запрос в отношениях, когда люди приходят с проблемами, я не могу построить, или там у меня сложности в отношениях. Вот через что, через какие паттерны словесные запроса фонит вот эта незрелость? В основном звучит так. Почему он не? Почему он не делает то, что я хочу? Почему он не такой, как я хочу? Почему он ведет себя там как чудак на букву М? То есть потребности выражены через претензии. И вот это и есть форма незрелости, да? И то, что мы делаем, мы говорим, так, дорогая моя, подойди к зеркалу, посмотри. А что ты делаешь такого? Как ты привлекаешь таких мужчин, которые зачем-то тебе вот бьют вот в эти слабости? Либо она девочка, которая психологически привлекает к себе папу. То есть она выбирает себе не мужчину для жизни и семьи, а для того, чтобы пришел большой добрый медведь и ее как Машеньку пожалел. Либо она выбирает себе вообще мужчину как маму, чтобы он ее любил, принимал безусловно, и вот это вот все. Ну, извините, мужчину все равно любят условно, так же, как и женщины. Смотрите, ну, есть же просто женский способ, и он отличается от мужского, способ восприятия отношений и даже поведения в отношениях. То, что вы говорите, можно принять не за какую-то там проблему, да, а это просто женский способ, да. Ну, это потребность, да. Потому что еще, знаете, прошу прощения, что перебиваю, мне кажется еще, что вот в чем дело, потому что для женщины мужчина это лидер. В том числе. В том числе и во многом. Это не вопрос даже папы, это вопрос неких ожиданий. Да. Если он ведет себя как бы не как лидер и разочаровывает. Сто процентов. Он как бы не тянет, да. Женщина вот так и говорит. А как же так? Какая-то обман. В основном так и приходит. Вот женщина успешная, реализованная, бизнес-леди. Они пришли и говорят. Сергей, он зарабатывает меньше меня. Меня это беспокоит. Меня это тревожит, да. То есть я не вижу в нем лидера. Я не вижу в нем, ну, как бы признаки того, что он стремится. Ладно бы он тоже вместе с ней рос и развивался. Но иногда мужчине достаточно. И это не значит, что с ним что-то не так. Просто вот зачем ты такого себе выбрала, да. И она говорит, мне нужен мужчина сильнее меня. Еще сильнее меня. Ну, а если там бизнес-леди пришла, она сама там заводы-пароходы 10 миллионов в месяц зарабатывает. А мне нужен мужчина, который 20 зарабатывает. Ну, возможно, я так подозреваю, да, что даже когда он такой придет, либо она его все равно сломает под себя, да, либо ей надо признать, что, ну, как бы не в этом счастье. Что, ну, ожидание понятное, да, что мужчина должен быть точно сильнее. Ну, либо тогда сразу такого надо выбирать. Но проблема в чем? Ее внутренний мужчина, он его не пустит. Он не пустит в поле. Потому что внутренний мужчина в каждой женщине современной, он сильнее всех мужчин. Я знаю много примеров, когда женщина, которая преуспела и в материальном положении, достаточно зрелая и достаточно мудрая, чтобы понимать, что, ну, это не показатель силы. У него, да, могут быть сильные качества внутри семьи, да. То есть он может быть очень таким надежным, да, очень хорошим семьянином, очень верным, правильным, целеустремленным, ну, вот, на внутреннее развитие семьи. Умеет общаться с детьми, умеет вести бытовые дела. И я, кстати, тоже знаю такие пары семейные, где женщина очень круто реализована в социуме, а он очень круто вот занимается всеми внутренними делами. То есть с точки зрения общепринятой рамки, да, ну, это типа странно, да, он же должен там на паровозе вперед ехать, а она там сзади ему патроны подавать, да, такая стандартная картинка. А у них как будто наоборот. Но дело-то в том, что все разные, да, то есть и для нее это окей, и ей хорошо рядом с таким мужчиной. Если она начинает задумываться, это, кстати, реальный пример, когда она пошла там к другому психологу, ей прямо вот внушили, что нет, мужик должен быть вот прям вот таким паровозом, а ты должна быть за его спиной. И она начала беспокоиться, типа, у меня не так. Хотя она счастливая была в отношении, но ей внушили вот эту идею, и все, она начинает беспокоиться, в нем искать минусы, негатив, конечно, находит и начинает его обесценивать. А у женщин вообще интересно работать. Если женщина в мужчине не видит силу, не видит в нем успех, лидерство, да, она перестает им восхищаться. Как только перестала восхищаться, пропадает уважение. А как только пропало к мужчине уважение, у женщины отключается либидо. Все, сексуально не хочу. А как только секс пропал в паре, это только вопрос времени, когда пара расстанется. Классный контрольный вопрос для самих женщин. Что, какого сильного мужчины мы хотим, и в чем именно эта сила заключается, да? Мы с вами говорили о том, зачем друг другу современные, зрелые мужчины и женщины. А мужчине и женщина зачем? Одинаково. И мужчина и женщина друг другу даны, чтобы мы учились любить, развивать такой навык, как любовь. То есть мы развиваем несколько ступенек. Первый уровень – это любовь к себе. Второй уровень – любовь к противоположному полу. И третий уровень – любовь к детям. Это вот минимальный базовый набор, которому мы должны обучиться в семье. Собственно, семья – это как школа жизни. То есть мы развиваем свою душу, свои качества через взаимодействие. И тут как раз и вскрываются все темы. Если я не люблю себя, я буду пытаться свои потребности закрыть через нее. И это насилие, по сути дела, в той или иной форме. То есть оттянуть эту любовь, требовать ее, манипулировать. Многие школы там учат манипулировать. В отношениях я думаю, ну что вы делаете, зачем? Это же прямой путь к пропасти. То есть никогда не будет построена счастье на манипуляции. Да, безусловно. Нет, все знают, как любовь – это безусловная ценность, которую все признают, но все вкладывают в это слово свое понятие, артикулируют одно. Например, зрелые мужчины. Я думаю, что многие женщины эту ситуацию встречали вот среди друзей, среди знакомых, что вот он говорит, хочу умную, чтобы поговорить. Вот тоже все было уже в жизни, чтобы поговорить. Через два месяца смотришь, он опять с какой-то длинноногой, молодой. Потому что это вранье себе. Кагнитивный дистананс какой-то. В уме он думает одно, что ему не хватает поговорить, но на самом деле не закрыты какие-то другие потребности. Допустим, ему важнее, чтобы им восхищались, безусловно, любили его просто как боженьку. То есть не закрыты какие-то эгоцентричные потребности. Поэтому он выбирает себе женщину сильно моложе, с меньшим количеством мозгов, потому что она будет им восхищаться. А равную себе нет. Он будет с ней конкурировать. Потому что если у него есть вот этот комплекс неполноценности, он не может себе выбрать равную, хотя он этого и хочет. То есть такую себе равноценную. Но ему нужно, значит, дорасти до этого себя, до этих своих потребностей, о которых он говорил. А ведь многие мужчины, вот такие в зрелом возрасте, говорят в ответ на этот вопрос, что сильная женщина, часто это умная женщина, и с ней тяжелее, а энергии уже меньше, что с ней нужно напрягаться. Ну, если у него нет готовности отдавать, то есть если он не вышел из потребности только получать в отношениях, конечно, он будет выбирать моложе, сильно моложе. Потому что там есть возможность брать. Когда есть равная женщина, да, это уже взаимообмен, это уже партнерство, это уже более зрелый подход, да, там и договариваться надо уметь, и общаться, и так далее. Как сказал один мой знакомый, тренер, Радислав Гондопасов, его зовут, вы знаете, Минника, он говорит, самый идеальный брак, это две разведенки. Так. То есть вот мужчина и женщина, которые уже были в браке, уже понимают, что там, блин, вот, накосячил, не надо было так сесть, да, понимают, чего я хочу, чего не надо мне, и умеют более бережно относиться. Ну, это такой как бы шуточный полу, да, пример, но в этом есть доля истины, да, то есть смысл в том, что человек, он может и с этим же партнером выйти из этой потребительской позиции и войти в состояние взаимообмена любви. Это ваш случай? Ну, в моем случае, да. Расскажите. Ну, у меня есть тоже опыт развода, да, и я это, ну, воспринимаю как достаточно классный период в своей жизни, то есть у нас двое классных детей с бывшей женой, мы с ней сейчас там хорошо общаемся, она общается с моей новой женой, то есть у нас такой как бы редкий, может быть, пока что случай, хотя я считаю, что это норма, да, что если люди выбрали расстаться, то есть отношения, условно говоря, все, ну, дальше не едут. То есть есть определенные там противоречия в ценностях, в целях, и не значит, что с человеком что-то не так. Ну, вот я по молодости пытался ее как-то поменять, там начал заниматься психологией, пытался сразу на ней это все применить, хотя надо было к себе это все применять. Это же я хотел там чего-то большего, да. И вот когда мы развелись, да, вот этот период там расставания, он всегда болезнен для любой пары, да, это прохождение всех этих стадий, отрицание, гнев, торг, депрессия, принятие. Я себе начал задавать те же вопросы, которые я задавал своим ученицам, да, чего я на самом деле хочу в отношениях, да, что я готов для этого сделать, да, каким я должен быть для того, чтобы такие отношения в моей жизни появились. Когда я честно себе на эти вопросы ответил, у меня появилась моя жена. А чем отличаются вы и ваши запросы в отношениях, когда вы строили первую семью, от того, каким вы вошли во второй брак? Ну, скорее, первые отношения, они были созданы так достаточно неосознанно, да, то есть вот как обычно в молодости бывает, что встретились, вот... Любовь, хочу, и все. Все классно. Я, наверное, в тот момент сам себе не мог ответить на вопрос, чего я хочу в отношениях. И поэтому, ну, появляются отношения просто под какие-то внутренние потребности. Там голод, одиночество, желание, чтобы кто-то был рядом. И, ну, мы прожили, на самом деле, 10 счастливых лет, то есть это тоже нельзя вычеркнуть просто так. Это вы много прожили, конечно. Это очень классный, ценный опыт, которому я очень сильно благодарен. То есть, условно говоря, ну, и двое детей, это вообще наша самая большая ценность, на которую я просто и каждый день благодарности говорю. Еще, знаете, здесь я вижу такое, ну, все-таки с высоты тоже своего опыта. Я вот понимаю, что в какой-то юности мы в большей степени связываем свою любовь с объектом. Да. Мы вообще про свои ценности, про свои потребности ничего не понимаем. Мы даже таких вопросов не задаем. У нас есть объект, у нас несло крышу в той или иной степени. Хочется заполучить. Хочется заполучить потребительское отношение. Это потребительская любовь, да. В этом смысле вот это как раз и есть пример, что часто первые отношения, они из потребительства, да, они из голода. Это еще какие-то детские, незакрытые истории. Вторые отношения чем отличаются? Вот даже когда на нас со светой смотрят, говорят, вы как родственники, как брат с сестрой, то есть вы настолько похожи, и у нас очень сильно синхронизированы и энергия, и уровень понимания. Мы же ржем над этими теми же шутками, да, и у нас общие ценности, цели, интересы в жизни. И самое главное, наверное, один из критериев, как я для себя понимаю, что это та самая женщина, да, рядом с ней я начинаю расти очень сильно. То есть вот это тоже тема синергии и усиления друг друга. То есть помимо того, что очень классное там состояние любви, готовность отдавать любовь, есть такой яркий пример, да, там роста в бизнесе, в результатах в жизни. И, ну, это нельзя игнорировать. Это тоже показатель, что вы нашли того самого человека. Друзья, если вы еще не подписаны на наш телеграм-канал, обязательно это делайте вот по этому QR-коду, потому что там каждый день новые посты, новая интересная важная информация. Там я делюсь своими лайфхаками тем интересным, самым важным вот этими резюме и зернами, которые я нашел после каждого интервью с нашими суперэкспертами. Как мы выбираем экспертов? Можно голосовать за определенных экспертов, можно задавать свои вопросы, которые я потом задам здесь во время интервью. Вы первыми узнаете наши новости. Словом, вот этот QR-код. Подписывайтесь, мы вас ждем. Есть вот зрелые люди, когда мы говорим эту категорию, да, есть очень качественные, зрелые, умные, глубокие, разные мужчины и женщины. Они все говорят о том, что мы хотим наконец-то в этот период жизни действительно усилить друг друга. Мы хотим глубоких отношений. Нам важна душевность, нам хочется отдать, делиться. Почему они не могут встретиться? Боже мой. Да. Ну, над этим мы и работаем. Потому что на самом деле, когда... Ну, я вижу по практике, вот когда женщина и мужчина, они убирают вот эти свои убеждения, которые ограничивают, да, выбрать достойного партнера, равного себе, не для удовлетворения своих потребностей, а для того, чтобы быть счастливым, дарить любовь и развиваться вместе. А это все равно означает, что мы вместе идем к одним целям. У нас общие ценности. То есть вот в паре, внутри, да, не должно быть конкуренции, борьбы. Мы направлены вместе в одну сторону. Есть такая фраза, да, любящие, это не те, кто смотрят друг на друга, да, это те, кто смотрят в одну сторону. И вот здесь как раз, на самом деле, когда уже возраст там 40+, это возможность отбросить все социальные роли, возможность уйти от каких-то шаблонов. Вот шаблон какой-то из детства, допустим. Или там более какие-то травматичные истории, когда папа пьющий был, недоступный мужчина, или ушел из семьи, и женщина до сих пор, ей может быть, сколько угодно лет, но она до сих пор выбирает себе мужчин недоступных. В роли любовницы, там, допустим, застряла. Или из другого города, из другой страны мужчина. Сотягчающим, короче говоря. Да, это все то же самое, недоступный папа. Недоступный папа. И когда женщина идет в проработку, она осознает все эти сценарии, убирает их и понимает, о, а как я хочу вместо этого, в идеале. И вот с этой точки начинается зрелая жизнь и те отношения, которые вас сделают счастливыми. Через что можно выйти на написание такого сценария? Есть конкретные практики, допустим, как мы прописываем. Но опять-таки, мы, если не уберем старый сценарий, даже если женщина садится писать новый, она все равно привносит какие-то старые элементы. Ну, как это выглядит? Я, допустим, спрашиваю, как ты хочешь, чтобы было? Какого мужчину ты хочешь себе выбрать? Она говорит, ну, чтобы не пил, не курил, не гулял. Я говорю, подожди, подожди. Этого ты не хочешь, это из прошлого. А вместо этого что? Ну, не знаю. То есть получается, что нет образа. Даже с женой как-то записали специальный фильм, ей мы показывали, ну, пример, как мы строим отношения. Мы прям приглашали домой команду, как мы живем, какой у нас быт. Потому что реально сейчас очень мало примеров счастливых отношений перед глазами. И, ну, мы решили такой сделать формат. За стеклом. Развлекательно обучающего контента, чтобы хотя бы можно было ответить себе на вопрос, а как можно было бы вместо старых сценариев, какой я хочу. Это мне сестра подарила. Это мне сестра подарила Сережа. Такая прикольная штука, которая всячески разбирается. Там все наши фотки собраны. Ну, завтрак у нас чаще всего совместный. Это вообще такой ритуал, очень красивый. Я люблю все красиво накрыть, чтобы, ну, либо на веранде, либо дома. И мы вместе завтракаем. Это вообще приучило меня и детей, чтобы мы садились вместе за одним столом ели. Потому что у меня, допустим, в семье не было такой традиции. Третье сентябре. У меня просто день рождения третьего сентября. Да, и Света мне дарила эту мелодию, она специально выучила по моему днюю рождения. Для нас, допустим, и то, что мы хотим транслировать, и вообще зачем мы этот фильм в том числе делаем, чтобы люди поняли, что это не идеальные отношения, а это норма. Это живые отношения, просто здоровые, да. А то, что вот большинство делают в своих отношениях, это не норма. Во-первых, я поняла, что слово «не» неподходящее слово для того, чтобы описать то, что ты хочешь, да? Неподходящее. Неподходящее. Есть важная часть. Писать надо не из ума, потому что из ума это будет, да, много подробностей, вот столько должен зарабатывать, вот тут мы будем жить. Это все тоже хорошо прописать. Но важнее, самое главное, ответить на вопрос, как я хочу себя чувствовать рядом с мужчиной. Вот внутреннее состояние. Потому что бывает такое, тоже одна из моих учениц до школы пришла и говорит, я легко в себя влюбляю мужчин, они за мной пачками бегают, ну, и это у меня хорошо получается, я кайфую, да, вот такой веселый образ жизни. И в итоге мы вышли на такое понятие, как «а ты любишь?» То есть она теряет к ним быстро интерес. То есть все, он влюбился, она получила, что хотела, и все, до свидания, следующий. И это, конечно, годами длилось, и вот до нее дошло, и мне это не здоровая какая-то ерунда, я хочу нормальных, здоровых, взаимных, любящих отношений. И тогда мы вышли на тему, что ты сама не любишь, то есть ты боишься любить, открываться, доверять, входить в близость. И когда мы эту тему проработали, там были всякие блоки с мамой, с папой в том числе, и она разрешила себе влюбляться самой тоже, по-настоящему, при этом уже понимая, какой мужчина ей нужен, не как подросток влюбляться, а как уже зрелая женщина. И у нее появились отношения, которые классные, качественные, где она любит, где у нее пропал интерес к другим мужчинам вдруг, хотя у нее всегда был, как бы всегда боком, замечала, кто там на нее смотрит. Просто программа работала. И все, и тут появился кайф. То есть он ее любит очень сильно, и она его. И это уже, ну, хотя бы хорошая заготовка для того, чтобы пойти в семью, в отношения. Вы недавно сказали, да, в эту фразу про разведенок, что это классная история. А если мы говорим про женатиков? Многие женщины, да, ставят, как бы обжевшись, наверное, ставят такой крест, что с женатыми никогда. Как вы к этому относитесь, вообще к этим связям с женатыми мужчинами? Во-первых, это есть, да. Ну, то есть мы не можем это исключать, что треугольные отношения это достаточно популярная история. И что я здесь как психолог вижу? Первое, это зачем женщина выбирает себе женатика. Да, то есть есть определенная причина. То есть есть потребности в любви, в ласке, в сексе, в тепле, в заботе, но нет уже готовности идти в серьезные отношения. Плюс, может быть, да, есть страх, что типа всех нормальных уже щенками разобрали, придется, как бы, добывать свое, вот там, отбирая у кого-то, да. Это еще и тема конкуренции с женщиной. Но это часто тема незакрытой конкуренции с мамой за внимание папы, или там с сестрой. То есть это тоже там... Мне нравятся эти психологи, которые могут все вот это объяснить. Вот есть какие-то конкретные ситуации. Ну, смотрите, Сереж, ну вот там у меня перед глазами близость человеческая, интеллектуальная, духовная, сексуальная, но мужчина женат, и его чувство долго, и есть еще оттягчающие обстоятельства, да, они перекрывают возможность этим людям быть вместе. Вот здесь просто... Ну, это недоступный же мужчина. Ну, да, но женщина выбирала его, она его выбирала не по принципу того, что он недоступен, а по принципу того, что она поняла... Сознательно нет, конечно. Да, что она... Ну, они вначале друг друга узнали по вот этой близости, а потом, ну... Я понимаю. Понимаете. То есть это, да, действительно, она выбрала его, чтобы он, ну, как бы он... Она его узнала, да. Да. Вот это моя душа. Да, да, да. Это все, это мое, но вот мы не можем быть вместе. Ну, опять-таки, уж извините, но мы как психологи, мы же не можем игнорировать тот факт, что мы, в первую очередь, всегда выбираем бессознательно. И потом мы уже своим сознанием объясняем свой выбор. Вот так работает. А не так, что мы так сознательно, осознанно выбрали. Да, я понимаю, что он женат, но ничего страшного, это лечится. Ну, она все равно втайне-то надеется, что он когда-то закроет все свои вопросы сложные и уйдет к ней. А на самом деле, как показывает практика и статистика, роль любовницы, она треугольник стабилизирует. То есть она на себя забрала те функции, которые не хотела выполнять жена или не могла. Там секс, ласка, восхищение, близость, ну, какие-то потребности мужские в отношениях. И у него тогда нет причины уходить, потому что другие его потребности закрывает жена, и все. И он как кот с салом. Все, у него на двух стульях сидит, ему хорошо. Ну, он может там лапшу на уши вешать и той, и той. У меня была одна клиентка, которая 20 лет была в роли любовницы. И вот он ей с самого начала говорит, да, да, я скоро поговорю с женой, скоро разведусь. Да, вот сейчас подожди, дети в школу пойдут, сейчас подожди, дети в школу закончат, сейчас подожди, университет закончат. И 20 лет, ну, как так? А у нее же это ожидание, ну, очень, как такое, болезненное, на самом деле. На это ушла вся жизнь. У меня есть другой пример тоже женщины, которая 20 лет в роли вот любовницы, там другая ситуация. Она сейчас говорит, что я уже не хочу, чтобы он уходил, уже лет как 10. И это тоже правда. Потому что, нет, он мне сейчас зачем нужен? Я получила от него лучшее. У нас с ним была не жизнь, а праздник. Я не стирала ему носки. Какая прелесть. Поэтому я вообще без осуждения. Без осуждения. Я все понимаю. Это нормально. То есть я не буду отговаривать даже, если человек в этом полноценно счастлив. То есть если у него нет запроса создать полностью свою семью, родить от него детей, думаю, окей, ну, развлекайтесь как хотите. Просто если у женщины есть такой запрос, а она себе врет и ждет его, когда вот тут проблема, то есть тут она тратит свои годы, получается. Если женщина уже осознанно выбрала, ей так удобно, ну, окей, как бы, кто мы такие, чтобы ее осуждать или что-то менять. А как сильные женщины? Вот счастливые-то. Вот как, чтобы не было этого но? Чтобы было и вместо но? Первое всегда начинается с темы признания любви к себе. То есть когда я себя люблю, я какая? Я чего хочу от жизни? Что для меня важно? Чему надо сказать нет в своей жизни, да? То есть убрать что-то такое, что причиняет боль, создает страдания. Допустим, некоторые женщины, они сильные, успешные, но они выгорают на работе. Это же тоже форма не любви к себе. Почему она так делает? Ну, вот как лошадь запряглась в какой-то момент, может быть, тяжелый период был в жизни, спасала семью, а потом по привычке дальше бизнес устроит. И в этом она уже несчастна, да? То есть нужно учиться переключать роли. То есть опять-таки, да, женщина может быть и сильной, и счастливой. То есть на работе ты можешь быть сильной, реализованной, получать удовольствие от достижения целей там и значимости в обществе. Домой зашла, переключила роль, да? Теперь я могу быть счастливой женой. Не надо здесь никого строить. Вот как это выглядит, Сереж? Потому что вот это вот ты там, значит, пришла домой и стала белошинькой, я тоже это не очень верю. Белошинька вряд ли. Ну, так условно говоря. Как это выглядит? Вот я это вижу на примере своей жены. Так. Вот мы с ней, допустим, садимся вести вебинар. Она тоже у меня тренер, тоже коуч там, и ведет свои программы. У нас есть еще один проект, Академия коучинга, где мы обучаем профессии. И вот я вижу, как она работает, как она делает это. То есть она села вести вебинар. До этого она бегала что-то там по дому, там что-то делала, там красивое, в платьишке веселилась. Мур-мур-мур. Тут она села вести вебинар, чик, переключилась. То есть это навык, да, это навык, которому можно научиться. И все, она четко, структурно, по делу, без опинок выдает материал. Все, мы закрыли вебинар, все, пошли на кровати валяться, обниматься. То есть это тоже навык. Какая прелесть. Кажется, что это, ну, как бы легко и просто, и оно так и должно быть. Когда обе функции реализованы, тогда переключаться легко. Когда только одна большая доминанта, да, а вторая только развивается, точнее, она подавлена. Женственность в каждой женщине есть. Просто вопрос, что она не востребована была долгое время, и она как мышца начинает атрофироваться. Поэтому здесь нужно, да, определенные практики, внимание в эту область. Где-то даже, может, с перегибом. Не обязательно там носить длинные платья в пол, там, и, не знаю, там, танцами заниматься. Но есть определенные практики, которые помогают женственность включать. Например, общение с другими женщинами, да, то есть женский круг определенный. Подруги, которые счастливы в отношениях и умеют переключаться, они могут показать пример. Эта тема мы не можем и обойти, да. Убирать все свои обиды и претензии на мужчин. Потому что они выключают женственность. Я не хочу быть женственным, я не хочу привлекать его внимание. Вы меня, мужики, обидели, пошли вы нафиг. И женщина, как бы она ни была красиво одета, она в коконю. Да, у нее такой кокон из ежика, да. Она как будто такая острая. То есть мужчины видят ее красоту, они к ней идут знакомиться, а она иди нафиг. И он такой, ну ладно. У меня корона. Да, да, это все защита. То есть это эго, которое когда-то получило боль, а сейчас она, ну как бы обжегшись, на всех мужчин дует. И вот это надо увидеть в себе и проработать. У женщин такой репертуар того, как мы можем свое женство снапитать. Вообще природа, красота. Да иногда даже достаточно просто отстать от себя. Да, стребования. Потому что иногда женщины идут в развитии женственности вот с этим же вот настроем. Я сейчас как разовью все, сейчас как надышу мат. Вот это да, Господи, да успокойся, ты отстань ты от себя. Ой, Сережа. Ну это же жесть. Это правда, да. Зачем ты так со мной? Не надо так. Вот как раз смысл-то и в этом, да? Как идти в женственность? Отстать от себя, да? Перестать себя там строить, делать из себя лучшую версию. Эта версия и так в тебе есть. Просто не надо мешать. Классно. Мне очень нравится этот подход. Вот тема расслабленности, да? Да. То есть опять-таки женственная женщина какая? Расслабленная. Женщина расслабилась, сексуальная энергия поднимается, да? Все, убрала там какие-то претензии к бывшим мужчинам, там, к папе и так далее. Появляется любовь к мужчинам, уважение. Все, мужчины почувствовали уважение от женщины. Они, это у нас врожденное, да? Мы сразу как-то хотим для нее что-то сделать. Да. Потому что мало женщин, которые по-настоящему уважают мужчину. В основном женщины конкурируют. Это правда. И это действительно, я в это верю и вижу этому подтверждение, что с одними женщинами мужчина проявляет свои лучшие качества, а с другими просто не проявляет в лучшем случае. Ну, потому что, допустим, уважающийся мужчина, он просто... Нормальный мужчина тоже. Женщина, которая с ним конкурирует, он просто скажет, слушай, ну, дорогая моя, давай не будем так общаться, да? Если она продолжает, он уходит. Мужчина, у которого есть травмы на эту тему, он начнет либо с ней конкурировать, пытаться ее подавить, вот, привет, арбузеры, да, все это абьюзивное поведение мужчин, либо начинает подстраиваться. И потом он становится вот тем подкаблучником, мужчиной тряпкой, да, и женщина его не уважает, и чем больше он подстраивается, тем хуже она себя чувствует. И вот, как это ни странно, они тоже идеальная пара, да, то есть они как бы противоположностями притянулись. Ну, так бывает. Так бывает, они могут так всю жизнь прожить, в общем, да, и так живут. Он все время такой, дорогая, ты решишь, все, я в домике. Я вот как раз ощутила себя вот в этом состоянии, когда я работала на телевидении и возглавляла там департамент большой, я превратилась вот в эту женщину, которая с мужчинами именно так и разговаривала. И я как-то вот увидела это со стороны и подумала, моя, я так не хочу. Вы знаете, женщины часто мы недооцениваем, насколько нам важно опираться на нашу женскую, условно слабую часть. Да, на сильную часть. Да. Это и есть сильная женская часть. Ну, знаете, вот эта вот фраза тоже, что женская сила в слабости, она мне не очень нравится. Я вообще не люблю слово слабость. Да, мне тоже не нравится. Это неправильно, мы все очень сильные. Да. Вот я, например, себя не чувствую ни сильной женщиной, ни слабой, я просто себя чувствую женщиной. Вот и все. И насколько именно вот в этой нашей составляющей реализация, это все прекрасно, это все замечательно. Но именно вот эта женская составляющая, о чем вы говорите, что мышцы атрофируются, да, что их очень важно держать в форме. Да. Причем так в каждом возрасте это своя форма, это свой какой-то набор. И что именно это нам позволяет в жизни очень эволюционно идти. В отношениях, в нашей реализации в любой, в социуме, в общении. А не отдельно. Что у нас граница-то не проходит там. Тут скорее это вспомнить свою женскую часть. Если вы вспоминаете, какая вы были девочка, подросток, да, там было много игры, энергии, драйва, позитива. То есть это тоже женственная энергия, да. То есть это возможность и свернуть горы, и вера во все на свете, и романтика. Это все тоже туда же. То есть здесь скорее речь о том, чтобы вспомнить эту часть и возродить. И убрать то, что мешает быть такой. Потому что это же никуда не делось. Вот эта внутренняя часть, она всегда есть. Она просто ждет, когда мы на нее обратим внимание. И дальше задача просто регулярно это делать потихонечку. Без насилия над собой, да, с пониманием, куда я иду и какой хочу я быть женщиной. Ну, на самом деле, согласитесь вы или нет, не все женщины чувствуют себя счастливыми, когда они, вот у них семья, муж, какое-то постоянство. Некоторые чувствуют себя счастливыми, как раз им нужна реализация. Там их главный интерес. Ну, мы сейчас говорим про потребности. Это не важно, мужчина или женщина, да. У кого-то доминирует потребность безопасности, определенности. Тогда ей хорошо. В семье, дети, там, никакой карьеры, ей нормально. Карьера для нее стресс, она становится сразу мегерой, начинает там всем мозг выносить. Может быть, ей как раз лучше быть расслабленной, потому что потребность безопасности дома закрыта. Но тогда у нее там все равно ответственность-то никуда не девается. То есть я считаю, что любая женщина, у нее, ну, важно ей уметь закрывать свой финансовый какой-то уровень, да, потому что, ну, мало ли, что с мужчиной случится. Очень важная составляющая. Поэтому и образование, и развитие, и карьера, это тоже хороший период. Даже если потом вы сели дома, ну, вы там можете какие-то навыки свои поддерживать. В том числе, чтобы, если что, не остаться у разбитого корыта и понимать, что я себя могу обеспечить и детей тоже. Это тоже закрытые потребности безопасности. Есть потребность в развитии и новизне. Когда, наоборот, нас тянет куда-то вот совершать какие-то подвиги, горы, сворачивать и делать карьеру. И как раз наоборот, вот если такую женщину посадить дома, заставить ее варить борщи, это еще называют гладить борщи, то есть всю бытовуху на нее повешать, и вот она сидит, гладит борщи. Но она в этом моменте не реализует свой потенциал, и тогда этот потенциал, он выйдет со знаком минус. Это несколько вариантов. Их немного. Первый вариант. Она начнет злиться на всех, обижаться, обвинять. Либо она начинает еще больше себя подавлять и болеет. То есть нейрализованный потенциал превращается в психосоматику. Ну, условно говоря, не каждая женщина рождена для того, чтобы быть исключительно женой и мамой. Есть вообще архетип амазонки. И вообще противопоказано сидеть дома. У нее должен и муж быть такой же, вместе с ней где-то бегать, воевать. И вот легкие передышки, чтобы пообщаться с детьми, и дальше пошли махать мечом. Вот это яркий представитель сильной женщины. Среди сильных женщин много амазонок. Архетипически, да? Ну, в том-то и проблема, что они, ну, как бы, это тоже определенный перекос, если они только туда уходят. Если мы говорим вообще про тему, что значит развивать себя как женщина. Есть, ну, как бы, качества женщины, которые сто процентов вам помогут, да, на которые надо обращать внимание. Первое. Это расслабленная, да, наслаждающаяся и сексуальная. То есть все равно, если женщина, она начинает быть просто я товарищ, я просто функция, я робот, я директор. А подожди, подожди, ты сначала женщина, потом директор. Как в поликлинику приходите, там видно, да, либо женщина-врач пришла, либо врач-женщина. То есть она, у меня сначала функция, роль, а потом уже где-то там на десятом месте я еще и женщина бываю. И вот про это нельзя забывать. Сначала мы мужчины и женщины, а потом уже мы там директора, мужья, жены там. То есть это все ролевые модели. Папа, мама. Первичное отношение начинается с этого уровня. Если женщина забыла, что она женщина, выключила свою сексуальность, допустим, и стала любить жизнь, что такое еще сексуальность, да, это есть любовь к жизни, желание кайфовать, наслаждаться, получать удовольствие от чашечки кофе. Если это пропало, все, энергия падает. Энергия падает, она начинает ее искать. У всех нас, и у мужчин и женщин, четыре сферы жизни, которые мы хотим развить. Это потребности, ну, как бы цели нашей в жизни и так далее, они все одинаковые. Быть здоровым, быть счастливым, быть богатым и иметь какое-то вот внутреннее единство там с чем-то высшим. Да, то есть это четыре такие глубинные потребности, которые мы так или иначе пытаемся как-то закрыть. Если женщина себе категорически говорит, я никогда не пойду в отношения, в семью, в детей, это тоже звоночек. То есть она зачем-то отрезала эту часть и говорит, нет, я теперь только амазонка. Но так не бывает. То есть это получается, что ты идешь в еще больше перекос. Зачем? Часто как бывает? Я туда не буду идти, потому что я там двоечница и не буду этому учиться, потому что не хочу признавать свое поражение. Я буду только идти в сферу, где у меня успех. И все, вот он пошел перекос. Можем ли мы вообще в принципе состояться и прийти к зрелости, если мы не будем идти туда, что нам по природе нашей не дано? Результатом в жизни, да. Но не к счастью. Не к счастью, да. Потому что это будет дисбаланс. И когда мы говорим про амазонку, это же просто один из архетипов. А архетипы в женщине все есть. И мать, допустим. Это каждая женщина обладает всеми этими. То есть любая тоже может стать амазонкой. Если надо, женщина может там условно камаз поднять и ребенка вытащить. Мы знаем такие кейсы, да. Все эти энергии есть в каждой женщине. Я говорю именно про перекосы. А задача каждой из этих источников энергии и ролей использовать по назначению. На работе, ради бога, маши фасаблей. Дома, пожалуйста, не надо. Не надо всех там в капусту рубить. А что мешает женщине из себя доставать все эти роли, которые природно заложены? Как вы вот наблюдаете? Ну, есть те же самые травмы, которые подавление внутреннее, да. То есть она подавляет. Сначала ее подавляли в детстве. Допустим, ей запрещали там не плачь, там, не занимайся тут, не веселись, не бегай, не прыгай, не танцуй, да. Не ори. Не мешай. Не будь собой, например. Не будь естественной. Да, то есть есть такая штука родительские предписания. Да. И вот они, они закрывают вот эти все источники внутренней реализации. И потом женщина сама себя так говорит. То есть уже никаких родителей рядом нет, но она продолжает подавлять себя самостоятельно. И вот это тоже сложно отследить без какой-то сторонней помощи. Потому что внутри нам кажется, да вот все нормально, ну вот я всегда такая была. Вот все такие же подруги. Ну, конечно, потому что ты выбрала по подобию. Все несчастные, ты несчастная. На самом деле, это ты выбрала себе, проекцию себя, да. И поэтому я говорил, что один из инструментов это окружать себя другим типом людей, у которых есть реализация в тех сферах, где вы хотите вырасти. Хороший такой практический, да. Ну, 80% нашего результата это наше окружение. Мы как социальные животные, мы копируем. У нас вот есть зеркальные нейроны, мы копируем поведение. Просто посмотреть, как там они мур-мур-мур, там вот дома общаются, как с детьми, ну, и восхититься этим, а не испытать, типа, нет, я так не хочу. Почему нет? Потому что если нет готовности, ну, женщины не будут себе придумывать какие-то отношения. Ну, а что такое готовность? Готовность, в сути дела, и желание туда пойти, и понимание, что отношения это, ну, как бы, тоже часть твоей жизни, где ты можешь реализовать свое счастье. Вот когда Женя говорит, а мне без отношений хорошо. То есть она уже умеет быть счастливой в одиночестве. Классно, молодец. Таких много. Это супер. Это уже половина проблемы решена. Правда? Да, потому что если женщина несчастна и идет в отношения, что она там будет делать? Она будет из него счастье добывать. Потому что у нее на первом месте встанет мужчина, дети, и все, ее нет опять. То есть это хорошее состояние, да? Это уже отлично. Но в нем очень легко застрять на многие годы. Ну, в лучшем случае в любовнице станет чей-то, да? То есть это тоже такая форма попытки получить кусочек этой любви, но не весь пирог. Да. Еще знаете, какой есть среди, может быть, более молодых женщин, таких, находящихся в активной такой реализации, профессиональной, ну, там, типа, два-три раза для здоровья, что-то такое, ни к чему не обязывающее, нехорошо, и там, может быть, даже и несколько. И, в общем, так много в мире всего интересного, зачем я буду застревать? Есть такая... Нормальная тема, это подростковый и психологический возраст. Подростковость, это да. Вместо качества есть количество. Ну, типа, для здоровья. Хорошо, ну, опять-таки, я с принятием. Но надо, как мне кажется, выйти в следующий уровень. Потому что, как показывают практикам, максимальное счастье в отношениях можно получить с одним партнером, когда вы строите в долгую игру. То есть вы входите в определенный уровень близости, где вы настолько друг друга понимаете, чувствуете, дополняете, что вы, как бы, становитесь новым существом. И вот есть еще такая вещь, да, когда мужчина и женщина, у них, как бы, есть свое личное пространство, да, и они еще объединяются в третье пространство. Вот эти вот кольца, да, на свадьбе. Вот эта серединка. И там проблема в чем? У тех, у кого есть созависимость и вот этот внутренний голод, и у любого мужчины, у любого женщины это бывает, они начинают слепаться. Да, два кольца слепились вот в один кусок пластилина, и там непонятно, как бы, ну, то есть никто не счастен, все ожидают счастья друг от друга. Потерялось я, там только теперь мы. То же самое происходит, когда еще дети. Да, теперь она говорит, мы пописали, мы покакали, да? А где ты-то, как женщина? Ну, я теперь мать, все, извините. То есть это склонность к созависимости, да, к вот этому слепанию. Есть контрзависимые, которые никогда не пускают в свое личное интимное пространство. Вот это как раз для здоровья или роль любовницы, или мы вроде как семья, но никогда особо не видимся. Или график работы такой, что утром и вечером там максимум пересеклись на полчаса, и все. Вы сказали, что нужно хотеть, желать, да? Это какие-то действия, может быть? Я хочу отношения, я иду знакомлюсь, я иду общаться, я открыт для знакомств. То есть, опять-таки, да, у женщин часто просто навык потерян общаться, знакомиться. Бывает так, что женщина 20 лет в браке была, потом развилась, научилась быть счастливой без мужчин, а что дальше, непонятно, потому что навык затерся. Как общаться, как знакомиться, как флиртовать, о чем говорить? Ох, очень интересно это от вас услышать, потому что мы столько всего слышим вообще. Потому что, конечно, знакомиться для женщины 25 лет, 30 лет, совсем другое, как знакомиться с женщиной там 48, 53 лет. Что вы здесь говорите вашим... Ну, есть, конечно, разница в каждом возрасте, есть свои особенности, да, безусловно. Ну, есть общий план развития, да, то есть... Где и как, Сереж? Где и как, хорошо. Это рыбные места, да. Самое главное, когда вы поняли себя, свои ценности, цели, интересы в жизни, это и есть ответ. Где тусовки, общение, обучение, семинары, бизнес-тренинги, конференции там... То есть я всегда за живое знакомство. Онлайн это тренажер, да, все сайты знакомств, там тоже можно общаться. Ну, не надо ждать, что там уже найдете, там, где отношения. Там при этом все равно можно найти отношения. Но это такой тренажер такого ненавязчивого общения, да, когда вы можете вспомнить себя молодой, сексуально привлекательный, просто там веселиться. Вот вернуть себе вот этот навык драйва от общения с мужчинами. Ну, отвечая на вопрос, где, это те места, где уже за вас подобрали людей, и не только мужчин, но и женщин, какая разница, просто со всеми знакомьтесь, общайтесь, где у них общие цели, ценности и интересы с вами. У меня одна ученица, она вообще познакомилась со своим будущим мужем на мотокроссе. Вот она такая девчонка заводная, ей нравится на мотоцикл кататься, ей не хочется в платьюшки играть. И вот она просто на мотокроссе ездила, на соревнования, везде вот эта вот вся движуха, ей все это так нравилось, там сама свой мотоцикл там пересобрала. И вот она там познакомилась со своим мужем будущим. Возможно, кому-то может там исходить со стилистом поработать, это чисто факультативно, всегда полезно. Но в целом, все равно, когда женщина светится вот этим состоянием любви к себе, я это называю ССЖ, состояние счастливой женщины, то она и там, вот как это мой пример ученицы, она там в шлеме, в грязи, вот это все, и вот он ее увидел и заметил, и полюбил. Вообще для женщины любовь к себе начинается со слова нет. То есть научиться говорить нет тому, что меня разрушает, что мне делает больно, каким-то токсичным отношением к созависимости, попытке спасать мужчин своими деньгами в том числе, какому-то неправильному образу жизни, может быть. То есть она возвращается в свою любовь, и вот этот навык говорить нет и свои личные границы отстаивать, он как раз оберегает от подобных историй. Конечно, она светится, она всем нужна, но ей не нужны все. И она четко знает, кому да, кому нет. Когда женщина прошла этап освобождения от прошлого, то есть это этап номер ноль, убрать все свои претензии к себе, к мужчинам, к родителям, если надо, и освободиться от этого груза, и войти в состояние готовности, желания строить отношения из любви к себе. Вот три центра принятия решения, да? Разум, душа и тело. Насколько он мне подходит по целям, ценностям, интересам, да? Насколько я с ним чувствую себя счастливой, кайфовой женщиной, вот расслабленной, мне просто диалог течет, энергия течет, все хорошо, да? Это вот на уровне души насколько мне человек подходит. Ржешь над его шутками, это тоже признак хорошего. И физически тоже. Тело насколько реагирует на мужчину. То есть хочу, не хочу, да, нет. То есть это тоже важный ответ от тела. И вот, пожалуйста, да? Часто как бы, так, все, мне нужен богатый, успешный, реализованный предприниматель, бизнесмен, депутат. А какой он человек? Да пофиг. Я его под себя подстрою. Не подстроишь. Или наоборот, выбирают только для души, да? Классно общается, душевное общение, так все интересно. Корабли бороздят там просторы большого театра. Ей кажется, что вот это моя душа. А другие центры молчат. Но тебе же не только с этим жить, да? Тебе целиком придется все восплевать. Или еще хуже, когда только тело среагировало. То есть только сексуальный интерес друг к другу. Все, погнали. А потом выясняется, поговорить не о чем. У него вообще абсолютно странные цели в жизни. Он не собирался строить семью и так далее. А ты уже начинаешь привязываться. На самом деле, наверное, у зрелых женщин, с кем мы сейчас прежде всего разговариваем, этот последний случай в меньшей степени. Сто процентов. Да. И с другой стороны, он очень важен, потому что... Только как раз наоборот, это важная рекомендация. Не надо выбирать, ну, человек хороший. Да, в том-то и дело. А как мужчина, он тебе нравится? Ну, это уже мне не так сильно важно. Ну, как это не важно? Тоже важно, да. Давай выберем сразу, чтобы все было в одном. Потому что эта нижняя чакра, она активирует остальные. Она дает им другие, дополнительные краски. Но здесь очень важно, чтобы наши все эти центры принятия решений были в хорошей форме. Да. Чтобы мы были в эмоциональной форме хорошей. Поэтому нужен этап ноль. Да. Разгрузка вот этого всего старого багажа, чтобы он не мешал и не фонил. Мешал, да. Иначе она начнет на него проецировать свои какие-то прошлые обиды. Чем-то он и напомнит там бывшего. Все, у нее сразу отторжение. Хотя человек хороший, действительно, классный. Но у нее вот глюк какой-то. Ну, немножко то, что мы сейчас говорим, нашей аудитории может показаться, что это тоже рационально. В каком-то смысле, да. Но когда ты уже включила эти центры, они с каждой по-своему работают. Здесь вопрос только в том, чтобы внимательно слушать себя. И часто как бывает, женщина на него смотрит, типа какой он, а надо на себя смотреть, какая я рядом с ним. Насколько ты с ним кайфуешь, расслабляешься, чувствуешь себя счастливой женщиной. Или наоборот, ты напряглась, ты думаешь, так, мне надо быть лучше, чем я есть. Зачем ты его пытаешься впечатлить? Наоборот, расслабься, да. То есть иногда даже полезно на свиданиях показывать всю себя целиком, да. Например? Ну, есть такая практика царевна-лягушка. Это когда женщина какие-то про себя факты рассказывает, которые, ну, типа, могут его отпугнуть. Типа, у меня, кстати, там, дети от прошлого брака. Сейчас вот поеду забирать из садика. И многие женщины, как вот такое можно сказать, а вдруг он сразу убежит? Так, слава богу, не потратил на него время. Ну, то есть вот у многих женщин есть какие-то загонные темы. Показать какую-то идеальную картинку свою, да? Да, зачем? И можешь жить с реальной тобой. Ой, это самое интересное, прекрасное и крутое, и очень сексуальное, когда ты можешь быть собой. Точно. Божьим. Это искренность, которая, естественность. Мужчина в это влюбляется. Господи, это главное, что это такое достижение, на которое ушло какое-то количество времени и весь этот опыт. Сто процентов. Так это и для мужчин тоже как свежий воздух. Потому что они уже насмотрелись на эти футляры, да, женщины неестественные, а вот живую, настоящую, там все. Только он в это влюбился, в тебя настоящую, все остальное стало вторично. Там возраст, внешность и так далее. Ну, мы на это реагируем сколько там? Первые 3-5 секунд, да? Все, дальше это уже вторично для выбора человека. Потом в этом есть энергия? Да. Если когда тоже мы говорим о том, что там мужчины тянутся порою к молодым, то они тянутся за энергией, конечно, за этой спонтанностью, естественностью часто. Ну, мне нравится фильм «Ешь, молись, любви». Да. Вот там как раз показан пример, когда женщина пережила кризис среднего возраста, рассталась со своими старыми сценариями, вот с этими отношениями, которые были правильно сделаны, но не для души, не для себя. И вот когда она прошла свой духовный путь, роста, развития, принятия любви к себе, у нее появляется мужчина, который вообще не входит в ее картинку образов идеальных мужчин. То есть она его сначала не восприняла, но он по факту ей идеально подходит. Тоже там разведенный, тоже там с ребенком. И она начала смотреть на важные вещи. Как я себя рядом с ним чувствую? Какие у него качества характера? Как он себя ведет с детьми? И так далее. И она узнала в нем самую родную душу, с которой можно теперь настоящее, счастливое отношение для себя построить. Ну, многие женщины, очень многие, я знаю, что будут в комментариях писать, что ну, все так, все красиво так, не работает. А не работает, потому что, когда вы пытаетесь это все сделать самостоятельно, вы совершаете кучу косяков. Это все равно, что посмотреть там на Ютубе, ну, типа, как кто-то водит машину без объяснения инструкции, да, сесть и со мной, типа, вот как-то руль он вот так вот дергал, вот как-то рычаг вот так, нет, там есть система, там есть технология. Ну, как бы отношения тоже можно научиться водить. То есть, если не получается, то вы рекомендуете терапию, конечно, какую-то такую. Либо терапия, но это такой долгий путь, да? Может быть, там, пара, как вы говорите, за 10 минут можно что-то понять, и, ну, может быть, это утрировано за 10 минут. Там самая проблема дальше внедрить. Дальше внедрить. Понять-то легко, а дальше надо жить по-новому. И это старые привычки мешают. Поэтому, ну, у меня, допустим, в системе обучения, да, мы сделали так, чтобы вот ученицы заходят два месяца в школу. И мы проходим все эти этапы, да? То есть, разобраться с прошлым, разобраться с тем, как строить отношения с мужчиной, а не со своим образом в голове. То есть, понимание разницы в мужской-женской психологии очень важно. Чтобы он научился тебя слышать и понимать, нужно и в обратную сторону тоже понять, что он другой, да? Дальше там разгребание всех своих эмоциональных завалов, все эти обиды, претензии, которые фонят и мешают. И следующий этап, это как раз то, о чем мы сейчас обсуждаем, да, кто тебе нужен, как выбирать себе мужчину. У меня есть такой список, это 35 типов мужчин, которые не подходят для создания отношений. 35? 35. А сколько подходят? Есть? Остальные все подходят. А сколько их вообще? Бесконечное количество. Бесконечное количество? То есть, ну, есть просто такие звоночки и признаки. Топ-7. Да, они на самом деле это не секретные какие-то, да? Это там алкоголик, наркоман, абьюзер, маменькин сыночек, да, бабник. То есть, мужчины, которые, ну, вы и так знаете, что с ними не надо связываться. Но иногда, ну, я его переделываю. А что-то неочередное? Вот там, давайте тогда в конец списка. Топ-7. Допустим, обидчивый мужчина. Обидчивый. Вот, кажется, ну, что такого? Ну, мы все время какой-то, или недовольны, все время негативит. Вот эти все неправильно делают, вот там все политика, там какой-то интересуется, все, ну, вот, жалчь, короче, у человека идет. Человек, все. Тебе это терпеть всю жизнь. Ты готова. Жадный. Жадный тоже, кстати, один из таких типов. То есть, мужчина, он может быть просто расчетливый и, как бы, бережливый. Это хорошая сторона жадности. Но, извини меня, почему он тебе счет пополам предлагает? Ну, все, крестик на нем сразу. То есть, бывает, конечно, что это мужчина как тест делает. Да. Это отдельная история, да, когда мужчина тебя тестирует, но ты это можешь интуитивно почувствовать и обыграть это, да. То есть, там, это уже игра как-то. Может быть, с первого свидания, если все-таки есть интерес, симпатия, и тогда не перечеркивать его, а посмотреть, как это будет проявляться черта дальше. Ну, я всегда рекомендую дать второй шанс, если человек совсем уж там не ведется неадекватно. То есть, он галантный, он ухаживает, он платит на свидание. Вот для меня, знаете, еще щедрость это в отношениях. Сто процентов. Вот реакции, вот это вот желание сделать что-то приятное, не знаю, как комплимент человек говорит, или такой, ну, ничего лишнего, ничего лишнего. А бывает, тут еще тема языков любви вылезает, да. То есть, классика жанра, да, Гарри Чеппом, пять языков любви. То есть, там бывает так, что мужчина, он не умеет говорить красивые слова, не умеет делать широкие жесты. Но он очень надежный, он решает все вопросы. То есть, он любит через действие. А женщине, допустим, важен язык любви слова. И что делать? Конфликт? Ну, либо, в основном, нужно принять друг друга и сказать, да, вот он такой, и это тоже любовь. Но она будет немножко все равно скучать по этому, да, возможно, у нее появятся мысли на стороне кого-то найти. Это классная история, то, что вы сейчас говорите про то, что женщине, вот, ну, зрелой, да, если она идет по этому пути, ей очень важно не тратить время на... А как он красиво или некрасиво ухаживает? Ей надо свое время в взаимоотношении с этим мужчиной или с этими несколькими, если она на кастинге, если у нее кастинг мужчин, пробивать в смысловые вещи. Ну, есть конкретный список вопросов, которые надо обсудить за первые три свидания. Так, расскажите. Да, ну, я его весь вряд ли расскажу, это прям отдельный такой большой блок. Есть ключевые моменты. Ну, этап номер ноль. Неважно, что он говорит, что ты спрашиваешь, как я себя чувствую, какие реакции, да, то есть мы всегда отслеживаем фон эмоциональный. Это главный ответ на все вопросы. Даже если он врет, даже если он там пытается хрохориться, женщина все чувствует интуитивно. Соответственно, есть базовые вопросы, да, это чем занимаешься, да, то есть это вопрос интересов бизнеса, работы, карьеры. Это уже большая область жизни человека. Почему-то он этому посвятил свою жизнь, да. Сколько лет ты этим занимаешься, как успехи там и так далее. Важно при этом весь этот список вопросов не задавать, как следователь, да, типа, что лампы в лицо, так, быстро мне ответить на два вопроса. Это можно делать, ну, как бы, между делом. Вообще, женщине полезно, кстати, еще одну фишку делать. Это когда вы сначала его спрашиваете, и после его ответа только отвечаете. Допустим, когда мужчина начинает, ну, первый про тебя интересовался, да, он спрашивает, типа, какие твои любимые фильмы? И ты такая, вот эти, вот эти. И мои тоже. То есть он начинает подстраиваться. Он ему хочется побыстрее там с тобой замутить, что-то там подальше, да. Ты такая, так, какой интересный. Нет, он просто подстроился, не надо верить. Поэтому сначала пусть он ответит на все вопросы. А женщина такая, о, он про меня, ну, про меня спрашивает. Я сейчас, наконец-то, ну, это ошибка, да, это ловушка. Мужчина, он как бы все выведает, потом подстроится. Ты говоришь, я вот хочу семью, детей. Он такой, о, и я тоже хочу. Да ладно, правда, неужели, как мне повезло? Ну, не верьте, да. Лучше пусть он сам расскажет, какие у него цели, планы, желания, интересы, хобби, увлечения, планы на жизнь, цели. Да, то есть это все важно. Как он отдыхает, с кем он отдыхает, там, с кем дружит, где учился. И вот тут важный момент. Если мужчина начал рассказывать при своей жене, какая она там, там, коза-дереза, все, красный флаг. Потому что сегодня она коза-дереза, завтра ты будешь, да. То есть, ну, это понятно, что человек не прожил еще свою боль, не отпустил отношения, все у него женщины плохие, меркантильные, там, и так далее. Ну, пусть к психологам идет, не надо его лечить, да. Там, у тебя кастинг, выбирай других, все. Да, это показатель, конечно. Да, это очень серьезный показатель. Если у человека там тяжелое, неопущенное прошлое, отношения какие-то болезненные, ну, пусть разберется. Если ты еще будешь свободным, пусть возвращается. А так не надо тратить время. Возможность общаться с новыми мужчинами в кастинге, это, в первую очередь, тренировка. Поиграть в разную себя, да, попримерять разные роли, побыть наоборот где-то такой, ой, да ты что, да неужели, да как это так? Да, такая, типа, роль блондинки, да. Какие-то непривычные части себя, вот эти все архетипы открыть. У меня тоже, вот, пример, свежая пара, да, тоже женщина, которая три раза в разводе была, мужчина тоже в разводе. И они вообще сошлись, ну, то есть у нее начался кастинг, она начала общаться. У меня, кстати, с ними есть на моем YouTube-канале интервью. Они мне приходили и рассказывали, как они познакомились и к чему это привело. Они с вашей помощью познакомились? Да, да. Она у меня тренинги проходила. И там в чем прикол, что они после дела начали сначала просто дружить на общей теме. Он бизнесмен, она бизнес-леди. Им было интересно обсуждать не какие-то там бабочки, да, а конкретные там графики, конверсии и так далее. Вот на этом у них хорошо сошлось. Потом уже они тоже начали, ну, друг с другом общаться как с более широкой личностью, да, какие-то другие сферы. И, по сути дела, у них сейчас пара, они двигаются к замужеству. У них уже есть совместный проект, совместный бизнес, который усиливает бизнесы друг друга. И это тоже прикольно. То есть поэтому нет проблемы, что у кого-то есть там прямо узконаправленная там фокусировка, внимание. Ну, окей, ищите себе таких же подходящих мужчин. А как понять, что не надо? Ну, если из трех центов приятия решения, один какой-то говорит, точно нет, сразу нет. А, вот так, да. То есть если сексуальный центр говорит, я никогда с ним... Ты представляешь, там даже запах, да? Вот у нас первый сигнал системы, это обоняние. И если запах категорически не нравится, все. Есть даже такой эксперимент, где мужчины там крутили педали, потом мокрые футболки давали женщинам, они их нюхали и говорили, о, этот фу, этот точно нет, этот ничего так, это нормально. А этот прям, прям ого. Все, она уже выбрала. Им даже на свидание можно не ходить. Поэтому все три центра слушаем. Один говорит нет, окей. Возможно, показалось. Возможно, какая-то реакция из прошлого. Дай второй шанс. Второе свидание все покажет. Все. Ну, если уж что-то там нет, ну, значит, нет. Все. Корректно говорим, что... Извини, не мой пассажир. Желайте найти твою любимую. И когда есть все три центра, которые совпадают, они все говорят, да, внутреннее совпадение, ощущение вот этой легкости, кайфа, счастья. То есть ты и без него счастливая женщина, а рядом с ним ты еще счастливее становишься. Это тоже показатель. Значит, приходим, ну, как бы, на следующий уровень, да. Вообще, в идеальном кастинге есть хотя бы два-три кандидата, с которыми вот такое ощущение. Ух уж, это, конечно, Сергей, я не знаю, кому это по силам. У меня есть ученица 45+, я понимаю, о чем вы, им тоже всегда кажется, что-то невозможно, о чем вы говорите, какой кастинг, мне надо срочно, вчера. Ну, она начинает делать по тем рекомендациям, которые... Да вы факир просто. Ну, это же технология. Я уже 15 лет этим занимаюсь, я знаю, как это работает. То есть она, когда в ССЖ, у нее уходит вот этот дефицит, ощущение, что мне уже цать и всех нормальных щенками разобрали, она вдруг шоры снимает, обаньки, а их много. Они тобой интересуются, да. То есть она чувствует, что, блин, тут реальность выбора. А что вы так меняете у женщин, что она начинает вот так вот воспринимать себя и видеть? Что это за... То есть было состояние недостаточности, стало состояние... То есть дефицита, стало состояние, можно сказать, ну, выбора, как минимум выбора. Ну, я это называю лампочкой внутренней, да. То есть у каждого человека вот внутренняя лампочка любви, она светится. Но в течение жизни на нее накопилась куча грязи, мусора, копоти, она становится черной снаружи. И кажется, что ты уже не светишься. Я помогаю эту лампочку протереть. Да. То есть убрать вот этот старый опыт, который обуславливает. И внутреннее сияние, вот это ССЖ, оно возвращается. Оно никуда и не исчезало. Просто она вспомнила себя, вернула себе себя, называется. Перестала себя там пытаться в какие-то рамки. Вот как там, не знаю, я должна быть верно-видической, живой. Там она наслушалась каких-то людей, говорила, боже мой, не надо тебе, тебе это... Ты только болеть начнешь от этого, да. То есть сильная женщина вообще противопоказана под кого-то подстраиваться. И вот этот внутренний свет, он всегда есть. Мы убираем то, что мешает, ты начинаешь сиять. Дальше дело техники, да. То есть некоторые навыки подкачать, коммуникативные общения, проявление себя. Опять-таки четкие ответы себе на вопрос, что я хочу на самом деле, вместо всего вот этого. И все, и результат. Вот у вас огромный, за ваши 15 лет, огромный пул, так скажем, кейсов. Ну да. Именно в той части, про которую мы сегодня выбрали говорить. Зрелые люди, сильная женщина, вот это вот реализованное, и так далее, и так далее. На ваш взгляд, шансы в этом возрасте для этой категории людей относительно более молодых, они выше, ниже, такие же? Шансы таковы, какие вы себе даете. Мы можем подстроить себя под статистику и этим оправдать свои внутренние страхи. То есть, что вот там мне уже царь, с чем камеры забрали, и вот это включается программа. Я вижу другое, что когда женщина возвращается в себя, она перестает обуславливаться там паспортом, возрастом, да, вот это все. У нее вдруг открываются глаза, и она видит, что она может быть счастливой здесь, сейчас. Что у нее нет никаких ограничений, там часики не тикают никуда. То есть, вот другое состояние возникает. А когда женщина в спешке, вот в этой состоянии, мне надо успеть, успеть быть счастливой, ну, чем больше вы за счастьем бежите, тем оно дальше убегает. Поэтому здесь это, как будто бы парадоксальное, контринтуитивное действие, наоборот, остановиться вот в этом беге своем, да, и попытки, вот как мы говорили, да, типа, побыстрее, целеустремленно стать женственной женщиной, да. Не надо, не надо. Все у тебя есть уже, да. Все хорошо. Вот возвращаться к себе, отвечать себе честно на вопрос, что я хочу, и разрешить себе это получить от жизни. То есть, перестать верить вот эти обусловленности. То есть, это всего лишь убеждение. Но это как бы странно звучит, потому что человек может думать, нет, это моя объективная реальность, Сергей. Вот то, во что мы верим, то и становится объективной реальностью. Объективная реальность, это моя объективная реальность, это вообще нонсенс. То есть, у тебя твоя реальность может быть только субъективной. Так о том и речь, что реальность, она вообще всегда субъективна. Более того, квантовые физики вообще говорят, что никакой реальности не существует одной для всех, да. Каждый живет в своем фильме. Ну так напиши свой фильм тогда. Зачем тебе вот... Наконец-то появилась возможность осознанно выбрать свой сценарий. Ну, возьми научись это делать, если ты не умел раньше. То есть, это просто навык. Вот моя такая позиция. Это просто навык. Мне кажется, что ваша книжка, она хороша не только для тех, кто хочет создать отношения, но вообще важна и интересна женщинам современным, которые накачали, благодаря обстоятельствам жизни нашей, сегодняшней, свои такие составляющие. Я, например, счастлива, что я открыла в себе то, о чем я даже не подозревала. Мне настолько кайфно живется вот с этим ощущением и своей женщины внутренней, и вот этой силы... Ну да, это как будто... И какой-то самости. Вернулась какая-то важная часть себя. Да, да. Она как бы разблокировалась. Это просто прекрасно. Я это не на что не променяю. Это правда. Знаете, мне приходит на ум такое... Мы сегодня говорили уже про танцы немножко. Я недавно стала заниматься танго аргентинским. Это как раз про это, потому что интересная очень новология такая, что женщина, когда стоит в паре, в танго, она должна очень крепко стоять на своих ногах, но у нее нижняя часть тела имеет возможность сделать свою версию танца, украшать там разные движения именно в женской линии. Но при этом верхняя часть тела, она опирается на партнера, доверяя ему, куда он поведет. Такая чуткость развивается. Да, танец, именно танго, особенно аргентинское, это классная метафора здоровых отношений. Что у женщины есть свое пространство, где она может реализоваться, при этом она может опираться на сильного мужчину рядом, который умеет вести, быть лидером. Это такая идеальная картинка отношений, которые на самом деле могут быть вполне сериальными. То есть если мы прошли все вот эти стадии, которые мы обсуждали, это вопрос, может быть, какого-то небольшого времени и готовности войти в этот сценарий своей жизни. Друзья, я не знаю, ответили ли мы на все вопросы, которые рождаются, когда мы слышим сильное, но счастливое. Но мы старались. Более того, Сергей нам дарит, нам всем, дарит бесплатный мастер-класс, да, или даже целый курс. Ну вот то, что мы обсуждали, и вообще тема гармонизации своей силы, своей женственности. Я на эту тему, я просто много с этим сталкиваюсь, я специально сделал курс на эту тему, да, как выстраивать отношения с мужчиной и с женской позицией, как признавать свою силу, его силу. И это определенная технология, которой можно научиться. То есть это такой курс, который можно посмотреть уже сегодня, да, допустим, и сразу внедрить, и сразу же получается классный результат. Классно. Поэтому здесь, под этим видео, по ссылке, вы найдете там эту ссылочку на этот курс. И опять же, мне напрашивается метафора с танцами, потому что есть технология танца, но на уровне этой технологии вы потом сможете импровизировать. Абсолютно верно. Это как, когда вы научились водить автомобиль, вы можете кайфовать, наслаждаться, ехать к своим целям и не думать уже, как там управлять и так далее. То есть все эти навыки психологические, они встраиваются и потом на вас работают. И в этом смысл, да, когда мы выходим на следующий уровень понимания, как строить отношения и чего я хочу в этом и как это получить, самое главное, вы потом об этом уже не задумываясь. Это становится вашей сутью и это работает всегда на вас. Спасибо за этот разговор. Спасибо большое. Все, друзья, делитесь по ссылке, заходите туда и делитесь вашими впечатлениями и ждем ваши комментарии. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин